До выборов депутатов областной думы седьмого созыва остался один день. Подготовка к проведению голосования вышла на финишную прямую. Участки оборудованы, бюллетени отпечатаны. Сделать свой выбор можно будет в течение трех дней – 11, 12 и 13 сентября. В связи с чем, ближайшая пятница во всех школах города, где расположены избирательные участки, объявлена Днем здоровья. Уроков не будет. Самый красивый избирательный участок номер 976 находится в здании театра. Кабинки для голосования расположили в излюбленном зрителями уголке – фойе с витражами. Члены комиссии завершают последние приготовления. Списки избирателей сформированы, приглашения доставлены, информационные стенды оформлены. В этом году стало больше желающих проголосовать на дому. Наверное, в процентном соотношении процентов 20 – это в основном люди пожилого возраста. 60-65 плюс те, кто болеет на инвалидности. Особое внимание и безопасность – все поверхности обрабатывают дезинфицирующим раствором. В дни голосования процедуру будут проводить каждые два часа. На входах появятся специальные коврики с дезраствором. У нас в фойе сидит сотрудник, перед ним маска, перчатки сразу и антисептик. Он ему сразу обрабатывает руки, предлагает маску, перчатки, меряет температуру обязательно. И только после этого человек подходит и уже сюда, в зал, и начинает работать с нашим членом комиссии. Всего в Староскольском городском округе 208 тысяч граждан, имеющих право голоса. Организован 141 избирательный участок. Три из них – временные, в стационарх окружной больницы и в следственном изоляторе. Уже завтра на участки доставят бюллетени. Избиратели получат два листа для голосования по одномандатному округу и за партию. На Староскольской территории четыре одномандатных округа, где зарегистрирован 21 кандидат. Политических партий, выдвинувших единые списки кандидатов – семь. Избирательные участки откроются для голосования в пятницу 11 сентября в 8 утра. Сделать выбор можно в течение трех дней.